Прокурор Прокурор Почему никто не работает? Почему не наказаны те лица, которые украли деньги даже на памяти погибших воинов в Великой Отечественной войне? Как я могу уважительно относиться к вам? Я говорю, это позор, а не работа прокуроров. Возможно, даже этих преступлений не было бы, если бы прокуратура своевременно реагировала. Так почему, если есть крыша прокурорская для лиц, которые нарушают закон, и она протекла, почему вы ее не меняете? Почему вы толпите только пацанов за лайки и репосты, а не бойтесь настоящей коррупции? Мы, общественники, через Верховный суд доказали о незаконных доплатах бывшим главам администрации. Но ни копейки в бюджет не вернулось государственных денег. Я вообще не понимаю, что происходит. Вы хотя бы государственные деньги должны зачищать, а прокуроры? О чем хотелось бы поговорить? О том, что вообще происходит в стране. У нас самая большая армия в мире. Правоохранители, вы получаете самую большую зарплату в России. При этом мы видим самый большой грабеж бюджета и карманов граждан, вообще неизвестные ранее миру. Скажите, прокуроры, что же вы такое делаете в стране? Вы же понимаете, пенсионная реформа, она против народа. Ничего здравого в ней нет. Но мы не видим, кто, чтобы вы защищали права людей. Зато мы видим, как вы расправляетесь с теми, кто выходит на митинги протеста против коррупционеров. Так в чьих же интересах вы работаете? В интересах народа или в интересах коррупционеров? Мы в настоящее время пришли сюда без плакатов. Потому что говорить неуважительно нам запрещает закон. И, к сожалению, ничего хорошего сказать мы вам не можем. Поэтому мы без плакатов. С другой стороны, вы все сами понимаете то, что происходит в стране. Вы все это каждый день видите и без действий будете. Господа прокуроры, в прошлый раз я предложил, чтобы мы с вами были товарищами. Ну и продолжайте ставиваться, господами. Вы не хотите говорить с нами напрямую. Поэтому нам приходится говорить с вами таким образом. Да, мы сегодня без плакатов. Я не буду про вас ничего хорошего говорить. Потому что запрещено раскускать фейковые новости, фейковые неправильные мысли. Ну и ругать я вас не могу, поскольку это тоже запрещено. Не хотелось бы знать ваше личное мнение о этом законе. О законе Кришеса по поводу критики власти. Ведь это вас напрямую касается. Если вы молчите, отношения к критике к вам, значит, в этом все эти согласны. И вы согласны, что в вашем передах есть коррупционеры, и о них не стоит говорить. Может быть, пора уже поговорить об этом. Выйти к народу или пустить к себе народ, чтобы расставить точки над «и». Что можно говорить, что нельзя говорить. Ведь мы не в Кремле, и здесь мы сами по себе, по сути, находимся. Поэтому очень бы хотелось, чтобы вы говорили с народом напрямую, а не через мегафон и через 50 метров от здания. 16 марта 1917 года в отъезде своего дома был расстрелян мой сын. Яшки в лес дорожку был причинен соседом, который стрелял в упор в жизненно важный орган, в живот. Сын перенес. Три операции, три дней находился в реанимации. А в это время по ложному заявлению соседа была возбуждена статья против моего сына, статья 139-я. Незаконное проникновение в жилище. Изначально и в дальнейшем следственные органы направлены было на закрытие тяжкого преступления. Прошел уже год, но статья 111-я так и не возбуждена. Вместо пострадавшего мой сын получил статус отменяемого. И уже год доказываем мы свою невиновность. Яков Евгеньевич, я как мать лично обращаюсь к вам. Возьмите под личный контроль. Это своприкованное уголовное дело. Я верю в вашу честность и справедливость. 23 марта мы подали заявление, чтобы встретиться с вами лично. Но нам говорят, что ждите ответ в течение 30 дней. Яков Евгеньевич, я вас прошу, назначьте нам встречу. У нас все доказательства на руках, что мой сын невиновен. Спасибо. Мы знаем о том, что вы приехали из Алтая. Мы видели, насколько эффективно вы там трудились, привлекая к ответственности подростков, которые рефортировали какие-то задения. Мы хотим верить в то, что вы здесь наведете порядок и будете разоблачать коррупционеров и других бандитов. Мы хотели бы напомнить и о Толоковском, и о Городецком. И хотели бы также напомнить о том, что уголовное дело и материалы проверки, они должны расследоваться в свое время. Не десятилетиями, как в настоящее время происходит. Мы даже не понимаем, зачем это делается. Может быть, для того, чтобы преступники собственной смертью и зеленые умерли? Или для чего? Добрый день. Моя фамилия Дрюма Владимир Филиппович. Я обращаюсь к прокурору Новосибирской области и его подчиненным. До сих пор я являюсь потерпевшим от противоправной деятельности организации ОПГ «Сектор Газа». До сих пор мне причиненный материальный ущерб лиц не возмещен. Лица, совершившие преступление, не привлечены к уголовной ответственности. Налицо признаки сокрытия преступления правоохранительными органами. Есть основания полагать, что в соучастии с надзирающими органами прокуратуры города Новосибирска. Коррупция налицо, созданы конфликты интересов. Вы и ваши подчиненные, занимая государственные должности, не выполняют свои обязанности по оказыванию государственных услуг. Тем самым нарушают права и причиняют ущерб как гражданину, но и государству. Не только гражданину, но и государству, подрывая тем самым основы государственного строя. Я требую от прокурора области прекратить пресечь беззаконие, беспредел, прекратить прокурорский, полицейский и судебный беспредел. Спасибо за внимание. Если вспоминать историю, давайте вспомним про Искитим Цемент, про цементного монополиста, про преступное сообщество Тола Гора, про то, как выводилось десятки миллиардов, выводились из-под налогоблажения и оплаты дивидендов с госпакета акций у Алло-Искитим Цемент. И расследование этих преступлений почему-то не осуществляется. То есть вы своими действиями, бездействиями, поособничаете тому, чтобы преступники оставались безнаказанными, чтобы никто не отвечал за десятки миллиардов покищенных денег. И при этом вы спокойно смотрите, как вводят пенсионную реформу и другие налоги против интересов людей. Так в чьих же интересах вы на самом деле работаете, прокуроры? В интересах бандитов или в интересах людей? Как мы видим, бандиты у нас всегда безнаказанные, а народ у нас всегда страдает от различных поборов и претензий. И при этом хотелось бы еще раз напомнить, Яков Хороших, у вас замечательно получалось возбуждать уголовные дела против пацанов за репосты. Так мы хотим увидеть вашу деятельность против настоящих преступников. Вы же, мы не хотели бы думать, что вы способны на то, чтобы воевать только с детьми. Мы хотим верить, что вы действительно прокурор области, и что вы будете воевать с настоящими преступниками. Я представитель Тульской 80-82. Уже, наверное, мы всем надоели со своими митингами и пикетами, но это от безосходности. Два года мы пытались возбудить уголовное дело против нашего застройщика. Но что я хочу сказать. Я не знаю почему, но как только пришел Хороших, мы записались к нему на прием, наша группа, и он принял. И тут же возбудили уголовное дело против нашего господина Панатинка, директора БУТехнику СД. У меня опасение какое, что сейчас будут опять запросы, опять будут какие-то документы спрашивать, искать, и в итоге опять скажут, что у него нет состава преступления. Потому что все наши письма, которые мы писали от первой инстанции до Москвы, они все возвращались в прокуратуру Новосибирской области, которая написала, что нет состава преступления. А потом, через два года, почему-то оказалось, что есть все-таки основания для состава преступления. И вот чтобы этот состав преступления на самом деле раскрывали, они бумажками отписывались и какие-то из пальца высасывали аргументы для того, чтобы опять наш застройщик остался и не наказан. Хочу попросить, чтобы все это было, скажем, справедливо и не зависело от кошелька. То есть сравнить мой кошелек и господина Панатинка, директора БАУТехника и социокомплекса, это, конечно, просто смешно. То есть люди уже умирают, не дождавшись своих квартир. А оказывается, что это все законно. И зачем тогда такие законы принимать? И кому они нужны, и кому они защищают? Проблема обманутых дольщиков. Десятилетиями Толоконский, Городецкий раздавали площадки для того, чтобы мошенники создавали территории обманутых дольщиков. Но Толоконский и Городецкий избежали наказания. Более полутора тысяч квартир было похищено из бюджета. Даже в настоящее время вы ничего не делаете для того, чтобы защитить обманутых дольщиков. В статье 40-й Конституции предусмотрено право людей на получение жилья. Вы не создаете условия, чтобы государство обеспечивало людей жильем. Но вы даже и здесь и защищаете людей от мошенников. Так за что же вы получаете зарплату? Вам не стыдно, когда вы смотрите на себя, на свою форму, друг на друга? Вам не стыдно, вы говорите о том, чтобы мы не говорили неуважительно о вас? А как о вас говорить? Скажите нам. Дайте нам хоть какие-то основания. Хоть как-то. Даже нейтрально говорить. В настоящее время, даже то, что происходит в стране, скажите ваши действия. Вот хоть одно назовите действия, за что можно вас уважать. Может быть, вы закон какой-то запретили принимать пенсионную реформу, повышение налогов каких-то. Сейчас вводятся очередные пять налогов. Или что вы сделали для народа? Скажите, прокуроры. Может быть, вы действительно разоплачили каких-то реально больших коррупционеров, друзей Путина, которые там миллиардами ворочают. Расскажите, как они стали супербогатыми людьми. Может быть, при вашем надзоре эффективном это происходит? Ну а я представляю группу семь семей с адреса Красный проспект 155. Я подал жалобу, чтобы рассмотрели нарушение федеральных законов, на каком основании коммерческий иностранный гражданин занимается коммерческой деятельностью и при этом договор имеет безвозмездного пользования муниципальным имуществом. На основании этого договора производится выселение жильцов, бывших работников предприятия, которые отдали много сил. У них имеются семьи. Многие здесь родились, выросли, входят в школу, в детские сады. Судья Зеленцовского суда вынесло правильное постановление мэрия города Новосибирска, глава администрации Центрального округа, все были в поддержку жителей. Они понимали, что людей, которые лишили работы путем сокращения, не должны были выбросить из муниципального жилья, именно из муниципального, не принадлежащего ООС-Алютку. Но каким-то чудодейственным образом, под прикрытием органов прокуратуры, выселить семью, мою семью, без предоставления жилья, несмотря на то, что у нас другого жилья собственности нет, никто не может помочь, никто не может противостоять. Что за такая сила у этого олигарха? Кстати, владельцем он является турецкий гражданин, сто процентов акции у него, этого приятия. Смотрите, я не знаю, что дальше делать. Прокуроры, так кого же вы все-таки защищаете? Вот люди проработали всю свою сознательную жизнь на оборону России, работали в конструкторском бюре САЛЮТ, работали на оборону. И в настоящее время часть этого предприятия продали гражданину НАТО, гражданину страны НАТО, из Турции. И он приехал и спокойно выбрасывает русских людей из жилья, из единственного жилья. И где же прокуратура? А прокуратура поддерживает сторону как раз гражданин страны НАТО. Так, уважаемые прокуроры, в чьих же интересах вы работаете? В интересах России, в интересах граждан России или в интересах бизнесменов со стран НАТО. Меня зовут Иван Александрович Вролов. Я боюсь за права потребителей. Хотел в двух словах рассказать свою историю. 18 февраля 2019 года в магазине Добрянка по улице Бориса Богаткова при проведении футболизации на меня напали сотрудники данного магазина. Контролеры. Вот. С формулировкой то, что мне запрещено снимать в общественном месте. Причем напали грубо, заломали руки, пытались утащить подсобное помещение, угрожали расправой физической. Забрали мой телефон. При этом были свидетели. У меня есть видеосъемка. Дело до сих пор не возбуждено. Так вот, объясните мне, почему я, законопослушный гражданин, который фиксировал нарушения и просто даже проводил видеосъемку в общественном месте, которому заломали руки, забрали телефон, должен бегать по судам, отстаивать свое право, должен доказывать свою правоту, когда это все на поверхности, так же, как любой гражданин. И почему участковый пишет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на показаниях основываясь этих самых контролеров? Кто мне ответ даст? А, прокуратура. Так же, я не понимаю, почему мы должны задержать этих полицейских, которые не выполняют свою работу, вернее, службу, не несут службу народу, как они обещали, как они должны ее нести. Если сотрудник полиции не выполняет своих обязанностей, зачем ему форма, зачем ему погода, зачем нам такая полиция? Я понять не могу. Объясните мне. Вот так вот, знаю, поступают. Если мы будем вот такой кучкой собираться, на нас никогда никто не будет обращать внимания. Преступный элемент бороться надо иметь. Именно именем методами. Собираться большой тэшболк, толпой, десятками тысяч людей. Не надо ничего ломать, грабить. А требовать свои законные, законные, то, что мы потеряли, с возмещением ущерба. Потому что люди потеряли здоровье, материальные ценности, и их еще унижают. Путин тоже нет. Но он нарушает сороковую статью основного закона. Там написано, что каждый гражданин России не имеет права на жизнь. Вот я уплатил за квартиру 50 квадратов в 2001 году. Где квартира? Почему он не обращает внимания? Его преступная администрация, которая работает с письменными гражданами, все отправляют сюда. Но если я виноват, приедьте, накажите меня. Или накажите тех, кто преступление совершает по отношению к своему дорогу. Все. Господа прокуроры, вы сегодня слышали, что здесь было сказано. И главный прокурор хоть и покинул нас, обходя, но тем не менее, вы ему передайте. Пусть себе зададет вопрос. И сами себе задайте тоже вопрос. А вас и ваших родственников тоже выселяют из квартиры. Их тоже убивают. Или они умирают в больницах от неизлечимых болезней и инфарктов после вхождения по инстанциям. Если нет, то почему вы своих готовы защищать, а простой народ отказываетесь? Либо вы некомпетентны, либо нужно разбираться уже более детально. Ответьте нам на этот вопрос, самый главный. Почему вы не защищаете людей? Раз уж вы не осуществляете надзор за законом и деятельностью должностных лиц в государстве, значит, придется нам осуществлять надзор за вашей деятельностью и рассказывать вам на этих фитингах. И мы вам обещаем, что они будут частными. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!